Привет, дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко. И в этом видео мы с вами будем говорить о том, какое необходимо оборудование для того, чтобы создавать крутые видео в MLM-индустрии и не только. Почему я решил обратиться и записать это видео? Потому что есть большое заблуждение у новичков, ну и также старичков в нашем бизнесе, что для того, чтобы начать создавать контент, видеоконтент, необходимо иметь какое-то дорогое профессиональное оборудование, и они оттягивают подальше момент съемок, момент, чтобы создавать контент и делиться с окружающим миром. Поэтому я решил записать это видео и вам расскажу все инструменты, которые необходимы для того, чтобы создавать видеоконтент. Начнем. Первое, с чем нам необходимо разобраться, это локация, где мы будем записывать видео, и существует несколько методов для того, чтобы ее найти. Первое, это, возможно, у вас есть уже готовый офис, или у вашего мужа, брата, свата, в целом офис. Вы можете выделять определенное время для записи видео. Желательно, чтобы фон, на котором вы снимали, он был одного цвета, вообще идеально было бы белый фон. Второе, что вы можете сделать, это прийти в ресторан, в кафе, как делаю это я сейчас, заказать покушать, попить или просто сесть, взять воды. Ну, не важно, что вы будете там делать сейчас. Все адекватно, нормально это воспринимают. Перейти в кафе, сказать, что я хочу снять видео. Можно даже, в принципе, вообще ничего не говорить. Сели и начинаете снимать. Главное, чтобы вы никому не мешали, на самом деле, и проблем не будет. Прикольно вообще, на самом деле, снимать в разных интерьерах. Это дает такого вот шарма, дорого-богато. Я люблю снимать видео, как дома. Кстати, следующая локация, это ваш дом. Выбирайте себе стену, чтобы, конечно же, она была красива. Одно одного фона, как я и говорил. И снимайте. Я негативно отношусь к обоям с цветочками. Ну, смотря какие цветочки, смотря какие обои, на самом деле. Вообще, смотрите по своему вкусу. И еще один момент, где вы можете снимать, это фотостудия. Снять, арендовать фотостудию стоит буквально там 500 рублей в час. И этого вам будет достаточно, чтобы снять 2-3 видео на неделю. А именно столько видео мы в среднем должны выкладывать. Минимум 2 видео в неделю, чтобы наш канал YouTube развивался. И снимайте. Перед этим, конечно же, пишите сценарий. И вперед, погнали. Много локаций. И плюс фотостудии в чем? Следующий пункт, это свет. Нам нужно поработать со светом. Будьте это вы будете снимать дома, либо в ресторане, в кафе, или это фотостудии. Нужно выставить свет, чтобы было не темно, чтобы не было теней. У меня, кстати, сейчас не стоят никакие лампы, ничего не светит. Но я на своей камере отрегулировал для того, чтобы было максимально лучшее качество. Когда вы снимаете в фотостудии, там уже стоят рампы со светом. Вы его оставляете с двух сторон на себя, хорошо освещаете. И тогда меньше видно морщинки, какие-то недочеты на лице. И тогда нету теней. Конечно, немножко вам будет тяжеловато, возможно, в первые разы. Потому что свет софитов... Но привыкайте к светам софитов, потому что это очень круто. Особенно, когда вы будете стоять на сцене. Если вы снимаете дома, так же разберитесь со светом, чтобы не было теней. Потому что на самом деле они очень раздражают. В первое время, когда мы снимали, я на это вообще не обращал никакого внимания. Я когда скидывал видосы своим друзьям, он сказал, дайте обратную связь, пожалуйста. То многие, наверное, из 10-8 обратили внимание и сказали, что поработать со светом. Тени, которые на стенке, они раздражают. И не хочется такое смотреть. Хотя мне было абсолютно нормально. Как говорится, в своем глазу бревна не видно. Поэтому работаем со светом. Если дома, берем лампу дневного света. Лучше же, чтобы, конечно, это был естественный свет, снимать напротив окна. Но если такой возможности нет, то берем лампу дневного света, выставляем, включаем. Возможно, две, чтобы максимально ярко было освещение. Следующее, что вам необходимо сделать, это звук. Звук. Приобретите, пожалуйста, микрофон. Это очень важно, потому что звук должен быть хороший и не было каких-то раздражающих факторов, чтобы звук не звучал как из ведра. Знаете, слушаешь, вроде все ценный контент, все интересно, но звук, там что-то дребезжание, не очень комфортно. Я вам скажу так, когда мы снимали без микрофона и когда мы приобрели микрофон, сразу картинка меняется. Сразу, когда ты слушаешь с микрофоном, тогда ощущение, что профессионально. Ребята, эти профессионалы, они дают качественный контент, прекрасное звучание, прекрасная картинка и звук четкий. Все. Стоимость микрофона буквально полторы-две тысячи рублей. Вот, я использую микрофон Боя. Вот. Его можно использовать как при съемке с камерой зеркальной, либо телефон, не имеет значение, все это переключается здесь. Можно, конечно, использовать более дорогие стерехайзеры, но имеет ли смысл покупать микрофон за 40 штук? Да, он профессиональный, да, там более крутое качество. Но нам для начала достаточно такого микрофона, который стоит там полторы-две тысячи. Зато качество картинки, качество звука сразу дает нам плюс и качество нашего видео улучшается в сотни раз. Поэтому обязательно приобретайте микрофоны, где их можно купить. Лично мы покупали в фотомагазине. Также можно это в каких-то центрах, в супермаркетах цифровой техники. Там, например, ДНС, конфи, ну, смотря какие у вас есть. В каждом регионе есть свои магазины цифровой техники. Там подойдите, спросите микрофон, они вам подскажут, расскажут. Не берите сам такие дешевые, которые там 300 рублей, потому что вам будет выдаваться звук моно. И тестируйте, чтобы когда вы подключали, этот микрофончик подходил к вашему телефону. Ну, я вам рекомендую то, что я сейчас сам использую, то, что все-таки используют наши коллеги. Они брали и более дешевый вариант, и потом все равно переходили именно на этот вариант микрофон боя. Хорошего качества, так что пользуйтесь. Следующее, что я бы вам порекомендовал, конечно же, это камера или смартфон. Вам будет достаточно простого смартфона. Благо сейчас технологии позволяют. И на обыкновенный смартфон, например, у меня iPhone X, можете на iPhone 6. Мы вначале снимали на 6, на 7 iPhone, и картинка получалась хорошего качества. Знаете, в чем причина? Даже если вы снимите на видео разрешение 4К, это супер-пупер, там большое разрешение, ток при моменте, когда вы будете заливать на канал YouTube, это видео все равно ужимается, и оно теряет свое качество. Поэтому не имеет смысла в током разрешении снимать. А сейчас маломальские телефоны, последние, современные, они позволяют, чтобы снять качественную картинку и выдать. Можете использовать зеркальную камеру. Сейчас мы снимаем на зеркальную камеру, но обязательно, если вы будете выбирать себе специально покупать камеру, то обратите внимание на то, чтобы там был аудиоразъем для подключения микрофона. Пожалуйста. Ну и последнее, чтобы я вам порекомендовал, это использовать штатив. Первое время, когда мы снимали, мы использовали подручные предметы. Это были книжки, какие-то конструкторы, все вот так вот нагребали, выставляли камеру, и знаете, был целый тяжелый процесс перед тем, как настроиться. Ты еще настраиваешься на видео в самом начале, тут еще нужно соорудить вот эту пирамиду, и тебя отбивает все желание, в самом деле. Поэтому следующий шаг, мы приобрели штатив. Сейчас тоже стоимость штатива от 1000 до 2000, вам будет вот так вот с головой достаточно. Вы на него сможете прикреплять как и камеру зеркальную, так и телефон. Там специальная прищепка, вы его вот так вот устанавливаете, горизонтально причем. И берете и снимаете. Это облегчает вам жизнь. Вы в один момент, в 5 секунд собрали штатив, или разобрали, поставили, выставили нужную вам высоту, угол, ракурс. И, пожалуйста, берете и снимаете. Очень удобная вещь, поэтому я вам рекомендую брать. Не берите специализированные какие-то штативы именно для телефонов, если вы пока снимаете. Потому что я видел, это такая палка длинная, она не очень устойчивая. Поэтому не рекомендую. Берите в фотомагазинах штативы для фотоаппаратов, зеркальных камер. Но отдельно покупайте прищепочку, которая прикручивается специально, и устанавливается телефон. Поэтому стоимость 1002, и вы значительно облегчаете себя жизнь. В заключение давайте подведем быстренько, что нам все-таки необходимо. Первая локация. Вторая камера смартфон. Третья. Это звук, микрофон. И четвертая, это нам необходим свет. И пятая, нам необходим штатив. Если посчитать и скалькулировать, то первая локация. Берем фотостудию, 500 рублей. Дальше камера, смартфон. Ну, смартфон у вас уже есть, не будем считать. Звук, микрофон 2000, берем по максимуму, да, это уже 2500 получается. И штатив, 1000 рублей. Полторы. В среднем вам понадобится 3500. Для того, чтобы оборудовать себя для съемок. Но поверьте, вы эти деньги отработаете в первый же месяц, когда к вам подключатся ваши ключевые партнеры. Вы начнете делиться контентом. Я вам хочу сказать, что когда мы начали снимать видео и вкладывая их в YouTube, основные партнеры к нам начали подключаться через YouTube. Не через Instagram, не через ВКонтакте, а через YouTube. Потому что YouTube является второй поисковой системой в мире. И все, что необходимо знать, человек даже мог узнать в Instagram о нашей компании, о другого человека. Но он заходит в YouTube, смотрит видео, он хочет увидеть человека, он выбирает себя спонсора. Он хочет понимать, насколько вы экспертны, что вы можете дать. И когда выкладываются, попадаются ваши видео, посмотрел одно, посмотрел второе и принял решение. Все. Поэтому я вам рекомендую начать уже вчера снимать видео. Все, что необходимо для профессиональной съемки в самом начале. Это буквально 5 вещей, о которых я вам рассказал. На этом все. С вами был Владимир Ковленко. Если вам было полезно это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще больше видео. Ну или можете не то, что дальше, а сейчас взять и посмотреть в базе то, что есть. Мы делимся большим количеством контентной информации, которая позволяет развивать ваш бизнес здесь и сейчас. До скорых встреч. Пока-пока. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok